ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! С вами Лера и Дима. И сегодня мы приехали в Лицей информационных технологий, чтобы пообщаться с Романом Ковтуновым, который, между прочим, занял третье место на конкурсе Мистер Старшеклассник. Сегодня мы вздем интервью у самого Рома, а также у друзей-одноклассников, а также у учителей и у директора. Ваш друг Рома участвовал в этом году в конкурсе. Как вы можете его охарактеризовать? Как вы его поддерживали на протяжении всего конкурса? Очень хорошо себя проявил. Он очень постарался, не побоялся выступить, спеть, сыграть. Тут же очень эффектно выступил. Просто глазами пять рублей были, когда смотрели. Рома очень ответственно подошел к этому конкурсу. Мы чуть ли не каждый день спрашивали в школе, как продвигается его работа. И, в принципе, результат дал о себе знать. Он большой молодец. Очень понравилось выступление Ромы. Он очень симпатичный молодой человек. Я очень довольна результатами его проделать работу. А какой его характер, какой у Ромы? Как друзья вы должны сказать, какие черты характеры у него с характером? Он очень общительный, чересчур общительный, очень веселый, ответственный очень. Для него, в принципе, всегда можно положиться. Сейчас мы берем интервью у Ромы Ковтунова, который занял третье место на конкурсе «Мистер старший классик-2016» в городе Киров. Рома, рассказывай. Согласен ли ты с результатами конкурса? На самом деле, результаты конкурса были, ну, довольно-таки, мне кажется, честные. Но мне было лично обидно, то, что ребята подготавливались, там были очень много людей, и там все. Я вышел такой на сцену, «Здравствуйте, я один». То есть у меня нет помощников. Было очень интересно общение с людьми. Ром, вот мы все знаем, что ты из Омска. Расскажи, пожалуйста, немножко историю, как ты перебрался в Киров. Что? Ну, на самом деле, это довольно-таки долгая история. Я, как ты сказал, жил в Омске, и в августе 2015 года переехал в Киров по семейным обстоятельствам. И сразу нашел очень много друзей. Этот конкурс мне дал настолько просто много, что писать словами сложно. У меня очень много друзей, общения. А как ты вообще пришел на проект? Вот ты в Кирове, а как на проект спутал? Мы, еще когда у меня была группа, мы с Данилом Носковым сказали, типа, «Данил, давай выступим, мистер-ташеклассники». Я такой, давай, почему бы нет? Сначала он подал заявку, потом я. И так получилось, что мы участвовали в разных полуфиналах. Долго ли вы придумывали свой номер? Все это было придумано спонтанно и как-то само собой. То есть за три недели до выступления у меня не было номера. Все говорили, типа, «Давайте там все обсуждали, какие-то репетиции у всех были, там что-то все... А где вы репетируете?» Я такой сижу. Вот творческие люди. Да, понятно. Вдохновение. Так круто. Подготовка прошла, примерно три месяца длилась она. Да. День мероприятия. Сначала первый полуфинал, да, потом финал. Вообще, какие у тебя эмоции были во время вот шоу? Было очень большое волнение, просто нарастало. Мы с ребятами там в кучу, такие, о-о-о, кричали. Вообще очень страшно, что лоханешься, там еще что-то. И очень непередаваемые такие решения, когда ты выходишь на сцену, а тебе уже орут. Ты такой, блин, что делать? Честно, просто ты понимаешь, когда ты осознаешь, что любой твой косяк, все будут смеяться, и вообще страшно. Вот вам скажу свое ощущение, я спорил с первого полуфинала, когда у меня сломалась аппаратура. Я битбоксин. Там бывают такие ситуации на конкурсе, когда технически какие-то проблемы возникают. Да, то есть у меня должно было быть записывающее устройство, оно сломалось. Я долблю по нему, там меня уже представили, все кричат, у меня микрофон в руке, ничего не работает. И я такой, все нормально. И мне было очень страшно, что, вы знаете, как в фильме детский страх, все вот так берут и показывают пальцем, типа ахахахаха, только вот смеются. Мне так страшно было, и стыдно, что я так, блин, оплошал. Но все прошло вообще шикарно, импровизировал, и все было неплохо. Да, да, да. Ром выкрутился из этой ситуации, все отнеслись с пониманием, на самом деле. Все-таки это жизнь, это все-таки такой непредвиденный момент. Говорится прямой эфир. Прямой эфир, да. Вот ты и играешь на гитаре, и битбоксишь, но вот если мое мнение, то ты запомнился всем битбоксом, потому что это правда редкость, и вот расскажи немножко про то, про свое речи. Начал я заниматься битбоксом, когда мне было 9 лет. То есть я самоучка, у меня тогда еще не было интернета, вообще не было никаких учителей, ничего. То есть я увидел по телевизору, там какой-то битбоксер был, я смотрю, что он делает вообще, типа это как так, потом ждем у него микрофон. А потом до меня дошло, что он сам это делает ртом, то есть звуки настоящие, в живом времени. И я начал просто повторять, я иду со школы, попугиваю. Иду в школу, тоже попугиваю. Ну, я не знаю, как сказать, это было не битбокс, это было просто и так 7 лет. В результате проб и ошибок я научился этому. Также я научился играть на гитаре, то есть у меня не было учителей, никого, везде был самоучка. Как ты можешь оценить поддержку конкурса со стороны партнеров, это множество партнеров, где у вас было организовано большое количество мастер-классов, да, расскажи. На самом деле, я хочу сказать большое спасибо Лизе, Жене, вообще всем организаторам, которые помогали нам Юле, помогали нам вообще, блин, все прям боялись, когда будут отчет по билетам. Я больше всех боялся, потому что у меня не продавалось ничего. Всех там по 80 билетам, вот. 90, 90 даже. А я в этом реально продал 10 билетов несчастных. Вот. Организаторы очень постарались, спасибо большое партнерам, которые встраивали нам мастер-классы, научился действительно очень многому, там, блин, даже не описать словами, сколько у нас было мастер-классов, там больше 10, мне просто это все дается, как, ну, образно говоря, даром. То есть, очень приятно было получать это, учать задания, впитывать, в общем, очень круто. Вот, расскажи, Рома, закончился конкурс, нет никаких, ни мастер-классов, нет единицей в Энлайне, как вот сейчас, ну, как-то вот такие перемены резкие. На самом деле, очень сложно, то есть, в воскресенье, когда мы, ну, когда все закончилось, ребята в понедельник пишут, типа, черт, а сколько репетиция, ребят? то есть, по танцу, потому что у нас в последние две недели были практически каждый день репетиция танца. И мы такие, чувак, все закончилось, свобода, и мы такие, блин, точно, то есть, очень сложно осознать, когда ты в течение, буквально, даже вот еще с первым полуфиналом и с финалом. Ну, очень сложно перейти. Привыкание такое небольшое возникает, потому что ты живешь этим, постоянно находишься в каком-то движении. Вот, Ром, ты помогал многим участникам второго полуфинала, играл там на гитаре, в номерах трех, наверное. Расскажи, как вот вообще, ну, отважился, вот такое, так сказать. На самом деле, это тоже так же происходило спонтанно, то есть, я сдружился со всеми ребятами, они такие, Ром, а давайте вам поможешь. И мы, типа, ну, давай еще, почему бы нет? И, сыграл в двух номерах, Данила Москова и Сергея Марихина. Вот, получилось довольно-таки неплохо, очень здорово, всем понравилось, Сергей Марихин прошел финал. Все-таки, не без косяков. Ну, вот. Потом, выхожу такой со сцены после того, как все отыграл, все-таки, я злобленный, и я, типа, и так на финале вышел, так еще и здесь, еще на финале выйдешь. Такие злые на меня, типа, так, сцену, ну, блин, сцена, это для меня, это как жизнь, сцену. То есть, не надо ее бояться. Это, на ней можно говорить все, что хочешь, на ней донести можно до человека, вообще любую мысль, которую ты думаешь, и рассказать это людям. какие-то переживания, проблемы, это можно донести до зрителя. С зрителем можно общаться, разговаривать, пускай их будет больше тысячи, но ты разговариваешь с ним, как с одним человеком. Очень здорово. А вот еще, Ром, я вроде бы помню, вроде ты говорил, что ты хочешь быть ресторатором. Да. Да? Ну, после конкурса, ничего у тебя не меняется, как-нибудь? Нет, то есть, это мечта у меня еще где-то, куда три назад, образовалась, я ездил в Петербург, недавно выбирал себе институт, вот, ездить в Петербург, хороший город. Вот, город, прекрасный, и профессия тоже прекрасная, связанная, не знаю, с чем я люблю готовить, ну, профессия готовка, это же, изначально была мужская профессия, все мужчины готовили, а потом уже там, женщины нас выбили оттуда, и дальше этот муж из коворота, это быстро, вот. Отключение хочу сейчас попросить, точнее, попросить, чтобы ты пожелал, что ты участникам будущих сезонов, они обязательно будут смотреть это видео. Не бояться. То есть, у вас будет то, что я хотел сказать раньше, то есть, я думаю, вы поймете, что я хотел сказать раньше. Но, блин, то ощущение, когда вы боитесь, настолько не сравнимо с тем, что вы на сцене боитесь. То есть, это в три раза больше, но это надо пересилить, тогда вы просто получаете гайф от этого. То есть, вы живете этим, вы там поете, танцуете, играете на чем-то, или битбоксите. вы просто этим живете, отдаетесь музыке, или там танцу. Будьте собой, не стесняйтесь своих движений. Скажите, пожалуйста, вот ваш ученик занял третье место на конкурсе мистер старшеклассник. Как вы относитесь к такой новости? Мне приятно, что мой ученик занял третье место, хотя он много пропустил, но ему прощается, то, что занял третье место, ему прощается это. Так он неплохой человек, так он старается, так он... Вопросов к нему больших нет. Расскажите, пожалуйста, вот как у вас отношения с Ромой, как у него с другими учителями, там, учениками? Ну, мне сказать, как с другими учителями. У меня нахожусь хорошие отношения. У него чудесная мама, мы с мамой очень часто общаемся. А у хорошей мамы плохого ребенка быть не может быть. Ваш ученик, Ковтунок Роман, занял третье место на конкурсе мистер старшеклассник. Расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к такой деятельности ваших учеников? Вы знаете, я очень хорошо отношусь к такой деятельности моих учеников, потому что дело в том, что мы проводим даже свой собственный конкурс, который называется мистер-выпускник. У нас есть конкурс мисс школы, мистер школы, поэтому всегда здорово, когда ребята показывают себя в чем-то другом, кроме учебы. И если наш ученик достиг таких успехов на уровне города, что я могу только радоваться за него, потому что вообще здорово, когда ребята выходят на какую-то большую сцену, когда проявляются свои лучшие качества, умение говорить, умение творить, умение показать себя такими, какими они есть, такими, какими мы им готовим. Вот Роман на протяжении нескольких месяцев готовился к конкурсу. Спрашивал ли он у вас какой-нибудь поддержки или помощи? Ну, если бы спросил, то наверняка бы получил эту поддержку, но я думаю, что он пока еще постеснялся этого дела, и поэтому все, в принципе, поэтому только третье место. Если бы обратился, то, наверное, была бы и поддержка, и было бы место гораздо лучше. Но я думаю, что у Романа все еще впереди. вот поэтому... Да. В общем, вы тоже знаете, что Роман приехал из другого города, и вот тут уже занимает третье место. одно из первых призовых мест, так скажем. Да. Очень так важно. Поднимает, опять же, 28-ю школу наверх. И, в общем-то, молодец, Роман. Молодец. Я тоже могу только сказать молодец. Вот. Нам приятно, когда у нас есть такие ученики. Роман 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 Роман